всем привет продолжаем изучать spring и сегодня предлагаю поговорить о кушировании и о том как она устроена но сперва коснемся зачем это допустим у нас есть какой-нибудь сервис которым есть какая-то функция данном случае сам принципе это простая функция но мы добавили в нее скажем так утяжелили ее и путем слипа то есть сделали скажем так не по имитации что вычисление у нас занимает долгое время а теперь подумаем о конечном пользователе нашего сервиса он вызывает на каких-то параметрах и что происходит он должен ждать юзер должен ждать каждый раз при каждом вызове функции данной 7 с половиной секунд и это крайне крайне неэффективно чтобы решить эту проблему обычно применяют какое-нибудь кеширование любой тип кеширования и наиболее популярный метод это просто использовать какую мапу где есть какой-нибудь ключ и есть какой-нибудь и ответ естественно и ответ то есть это то как мы мы бы делали скажем так классическим вариантом и в принципе это даже во многих случаях подойдет если у вас кеширование такое весьма простое но spring поскольку это такая одна из популярных задач в принципе программирование и требования к кешированию могут быть очень различными spring нас позаботился и предоставил нам возможность использовать более эффективные механизмы кеширования и вот я сегодня предлагаю рассмотреть вкратце как это все дело устроено сперва сперва нам нужно как обычно подключить стартер стартер кэш и библиотеку и библиотеку и которая непосредственно это занимается кешированием то есть я вот выбрал н кэш выбрал н кэш вернее не н кэш а их кэш подключили теперь нам нужно создать специальный файл в ресурсов который называется который называется эх эх кэш xml и сделать настройки сделать настройки я вот предварительно смотрел то есть вот некие настройки просто копируем и вставляем так кэш это то как наш скажем так наша мапа как наша мапа будет называться то есть как наш кэш будет называться куда мы сохраняем это ней я назову самс самс это количество элементов мэмори я сделаю один для того чтобы потестировать этэрнл 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 как это с английского это вечное вечно нет не вечно нам не нужно чтобы жили элементы вечно вот это вот оаа overflow to disk я смотрел вот эти вот конфигурации правда версия старая 2.9 сейчас какая-то 3.6 более актуальная но здесь вот в 2.9 этот метод был за деприкейченом и он он с другой мм другая возможность поэтому вот это дело я отсюда исключу time to live seconds значит сколько секунд в кэше у нас живет значение посчитанное значение то есть здесь 300 секунд я предлагаю это изменить на на час дальше time to idle seconds то есть каждый элемент который у нас хранится который у нас хранится в кэше если он какое-то время бездействует то мы его удаляем ноль ноль я подразумеваю это что неважно бездействует у нас элемент или нет нет хотя не уверен но сто процентов а раз не уверен а здесь и не написано в кэше тоже не знаю что это такое memory ладно, здесь настройок по идее очень много и я предлагаю самостоятельно с этим делом ознакомиться самое главное мы проверим max элемент и все значит вот наши настройки теперь нам нужно поскольку мы не будем создавать бин который будет использоваться мы идем в наш какой-нибудь файл где у нас есть аннотация конфигурация идем в наш главный файл и пишем tags как там было enable caching enable caching enable caching enable caching ok import теперь что еще важно нам нужно теперь осталось метод который мы хотим чтобы он был кэшерами вот такой аннотации и здесь имя 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 нашего кэша кэша то есть мы мы назвали sams поэтому идем в наш сервис и здесь в наш сервис помещаем здесь помещайте и спринговской и спринговской почему и спринговской я в принципе предлагаю все это на спринговскую потому что есть еще вот спецификация gsr да jcash которые используются другие аннотации ну раз уж мы работаем в спринге видите здесь have a strong advice to you no mix то есть не миксовать а spring кэш и jcash поэтому поскольку мы уже работаем в спринге в экосистеме спринга предлагаю использовать именно аннотацию спринговскую так что кэшбл теперь нам нужно этим сервисом где-то воспользоваться я предлагаю воспользоваться в моей контроллере просто заинжектить autowire наш calculate service так снова private calculate вот мы заинжектили и здесь сделаем некоторые вычисления int rs calculate sum и сделаем s out сделаем s out rs так и еще в одном мелоде еще в одном мелоде только нам нужно изменить тут допустим вот так вот 33 то есть у нас будет два вычисления два вычисления которые мы будем кэшировать но наш кэш может содержать всего одно значение кэшируемое то есть одно одно вычисление у нас будет всегда выполняться быстро а второе вычисление всегда будет выполняться медленно но первое любой из них будет вычисляться медленно семь с половиной секунд поскольку мы засыпаем окей последнее что нам нужно сделать это чтобы вот эти настройки подтянулись с спрингом нам нужно нам нужно нам нужно нам нужно нам нужно нам нужно вот вот эту вещь вот эту property вставить чтобы использовать использовать именно вот это вот то что мы вот здесь вот прописали чтобы у нас в итоге сформировался бин который за все это дело отвечает вот с такими настройками все это дело поднимется грамотно благодаря благодаря вот enable кэшинг здесь еще можно было бы сказать так следующее если мы не определим бин типа кэш-менеджер да спринг пытается обнаружить следующих провайдеров в порядке какой-то дженерик я ничего не знаю я просто вот который увидел сперва эх-кэш и решил попробовать его и вот с вами сейчас это собственно и делаю познаю эх-кэш 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 и здесь 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 эх-кэш 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 используется значит вот этот xml который пытается найти в класс пати класс пати если он найден если он найден да вот этот вот то у нас Spring Boot Starter Cache загрузит, но если мы хотим делать какие-то дополнительные настройки то мы вот используем данную аннотацию окей в принципе у нас уже все есть и нужно запускать и все это дело тестировать то есть у нас есть зависимости, у нас есть описание у нас есть то как это создастся у нас бинт соответствующий и у нас есть сервис который использует данные настройки окей, давайте поднимать итак запускаем мы сейчас будем ждать 7,5 секунд да что ж такое ну мы ждем, ждем 7,5 секунд ждем, ждем, ждем ждем и вот загрузилось теперь у нас есть кэш у нас есть кэш мы сейчас повторно запустим и у меня тут подвисло вот более явно то есть сейчас запускается быстро теперь попробуем теперь попробуем на листбук листбукс мы также будем ждать 7,5 секунд это наше второе кэшируемое вычисление было и как мы видим отработало сейчас если я повторно обращусь к этой же самому адресу то у меня моментально все дело сработает вот поскольку у меня закэшировал но я установил что у меня кэшируемых элементов может быть только один то есть если я сейчас вернусь обратно на ту же самую страничку на главную я снова буду ждать 7,5 секунд смотрим и вот я снова жду эти 7,5 секунд вуаля загрузилось но если я сейчас снова захочу на листбук я снова буду ждать 7,5 секунд потому что мы установили что максимум элемент 1 и вот здесь вводим еще результат окей вот так вот такой вот есть очень простой механизм механизм кэширования я здесь еще не смотрел но так 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 ухс непонятно ладно ладно не буду отвлекаться не буду вас больше в общем в общем вот такая вот идея вот такая вот идея есть у нас то есть нам предоставляет Spring удобный удобную интеграцию с различными библиотеками для кэширования изучайте Spring see you next time лодки лодке я вот кэширования Продолжение следует...